Они на украинской мове говорили, мы вас всегда бьем тут, мы всегда бьем. Это флаг вермахта, наложенный на флаг правого сектора, ну и соответственно с характерным украинским трезубцем. Нацики, Нацики, Азов и все остальные, россиян там нет, это наши творят споря. Даже вот у нас в Мелитополе. Они камень на камне не оставляют. Они говорят, что нет нациков, свастиков, открытые, они были у нас на Мелитополе в 2014 году, на квартировались. Вот, подходят, я работала на маршрутках, отправляла маршрутки, у них вот в открытую летом ходили, видно, и как это нету нацизма. Люди, нет ничего дороже хлеба, воды, даже просто света, когда мы его не видели. Мы прямой наводкой в нас стрельнули танком полностью, а потом хватило сарказма прийти еще у их командиров. Тут кто? Мы гражданские, а что, живые еще? То есть пришли, проверили, че поубивали нас, че не поубивали. Мы вчера стояли за водой два с половиной часа и шли оттуда и нас обстреливали. За домом у нас в парке окопался украинский танк и стрелял, я насчитала, 120 снарядов за день. 120 снарядов он бил по городу именно. Ночью приезжали, забирали, если где-то сказал что-то не так о правительстве или этому президенту долбанному. Нас в народе называют Байденовка, уже не Украина. Украина была 30 лет тому назад, а Байден тут уже обосновал своих всех. Издевательство такого, как в данный момент происходит над людьми, это, конечно, страшно. Украинский Азов. Люди не выпускают с квартир, а если выпускают с подвалов из квартир, то их стараются или ранить, стрелять по ним, или взрываются какие-то предметы. Это фашисты. Это самые натуральные фашисты. Нельзя считать их людьми, которые издеваются над детьми, над пременами. У них нету ничего человеческого. Продолжение следует...